точнее закончим у нас мягко фотоном приближение с лекцией остался маленький такой долг мы там я напомню рассматривали давайте это будет первая задачка на сегодня рассматривали такую задачу что есть электрон позитронной аннигиляции через резонанс один минус минус у нас идет распад в какую-то систему конечных частиц здесь есть резонанс у которого есть масса есть ширина тогда сечение которые есть функция от s как мы с вами писали это есть 4p умножить на 2g плюс 1 же равно единице да потому что здесь однофотонный канал 2g плюс 1 а здесь гамма резонанс и плюс и минус гамма резонанс вот в данное конечное состояние которое мы смотрим и поделить на с минус масса резонанса квадрате все в квадрате плюс масса резонанса в квадрате и полная ширина резонанса в квадрате вот такая такая формула и мы сами сказали что если у вас имеет место излучение в начальном состоянии фотонов то в принципе несмотря даже на то что фотоны могут быть мягкие у вас сечение вы можете слезть с вашего резонанса да то есть с немного изменится и сечение сильно изменит свою абсолютную величину то есть даже несмотря на то что фотоны мягкий эффект может быть эффект может большой да у у нас могут излучиться в общем-то произвольное число фотонов давайте их суммарную энергию омега и т обозьмем дельта е энергия электронов пучки е когда как мы в лекциях или перемену x которые есть дельта е к е дельта е к е вот такая величина и рассмотрели два случая вот один случай у нас был на лекциях с вами такой простой случай когда вот эта величина дельта е она мало по сравнению с с минус мр квадрате то есть от стройки от от резонанса корень квадратный и по сравнению шириной вот этот случай мы посмотрели на лекциях и сказали что учет учет мягких фотонов суммарной энергией вот такой дельта е где смысл дельта е какой как обычно это разрешение детектора то есть вы те мягкие фотоны сейчас морной энергии меньше чем разрешение детектора вы их не видите в дт в детекторе но они дают свой свой вклад и как этот вклад выглядит этот вклад есть модификация вот этого сечения сигма ну давайте сигма 0 пусть она будет сигма 0 от с и главная вот такая поправка она описывается фактором который мы с вами нашли на прошлом семинаре вот эта функция н с чертой да где функция н с чертой от е е дельта е это есть минус 2 альфа на пи здесь стоит интеграл от дельта е до некого омега максимальная которая с логарифмической точностью мы можем положить равной энергии до характерной энергии нашего процесса здесь стоит д омега на омега а здесь стоит вот эта сумма там по по начальным частицам и куи куи штрих f кси и штрих на начальным частицам плюс сумма я уже в десятый раз это все пишу куев куев штрих f от кси и ф штрих и сумма по парам из которых одна начальная одноконечная частица и куи куев ф ф кси и ф это вот наш наша функция м мы ее с вами прямо вывели да и сказали что именно это есть основной учет рад поправок от мягких фотонов час в марной энергии меньше либо равна чем дельта е это был первый случай и здесь вот просто таким фактором мы учить учли эти мягкие фотоны теперь второй случай который мы с вами не рассмотрели это еще если вот это дельта е она порядка или больше чем порядка или больше чем ширина резонанса например резонанс может быть очень узкий какой-нибудь дипси там или еще что-нибудь и псилом ну либо вот этого этой расстройки с минус масса резонанса в квадрате вот в таком случае вот в этом случае мы у нас произошло излучение фотона у вас изменилась с и это изменение с она существенно она существенно изменила вот это сечение поэтому так вот просто писать немножко нехорошо ну вот строго говоря вот в духе мягкофотонного приближения мы ничего здесь делать и не можем потому что наши мягкофотонное приближение подразумевает что мы здесь берем сечение вот этом факторе который не зависит от частот мягких фотонов правильно это в этом была одна из основных формул факторизации что мы сумели от факторизовать ну а давайте сделаем некий такой гибрид имеющий в большей степени феноменологическое значение но и неплохо вообще говоря в описывающий вот такие очень узкие резонансы и распоправки от мягких фотонов как этот гибрид мы построим давайте посмотрим как с меняется с с это что такое раньше это было плюс плюс минус квадрате правильно именно вот это с сюда втекала и вот она у вас в пропагаторе резонанса шло теперь с у нас будет по плюс плюс по минус минус суммарная суммарный 4 импульс всех наших фотонов их тут много могло излучиться но то с который сюда теперь в резонанс втекло и то есть мы должны вычесть от вычесть сумму по всем импульсам если в компонентах это записать вот этот вектор у нас это что такое этот вектор и то есть 2 е минус сумма всех омик здесь будет минус сумма к это и да если в системе центра инерции мы пишем не плюс и минус пучка то у нас такое выражение на вас возложу все это в квадрат пренебрегая квадратичными квадратичными по омега членами тогда здесь что останется то есть это будет 4 е квадрат минус удвоенное произведение 4 е на сумму омега и 4 е квадрат это мой старый старый с не знаю как его давайте с 0 что ли обзор с 0 то есть это исходный исходный вариант до вас только есть и плюс и и минус система то есть это будет тогда из 0 4 е квадрат вынес а здесь осталось один минус вот это число x до который мы подразумеваем малым числом 1 минус x 1 x этом это маленькое число потому что наши фотоны мы считаем мягкими все разрешение детектора у нас достаточно достаточно хорошие вот то есть вот так вот изменилась вот так изменилась наше с и именно это с оно теперь должно пойти в аргумент нашего нашего сечения правильно вот как мы наш гибрид организуем вот смотрите внимательно вот у вас есть какие-нибудь у самих идеи как можно было бы модифицировать теперь нашу вот эту формулу чтобы учесть случай когда вот это дельта и она порядка или больше чем ширина резонанса или чем отстройка от резонанса дтс минусом квадрате как можно было бы учесть надо как-то проинтегрировать правильно да то есть проинтегрировать по разным по разным по разным вот этим x сам то есть считать что у вас излучилась небольшое число сначала что у вас x какое-то одно значение принимает умножить на сечение от аргумента с на 1 минус x до потом учесть случай когда сечение принимает когда x принимает чуть-чуть большее значение умножить на соответствующее сечение и так далее да то есть ну понятно что интуитивно понятно что здесь надо как-то провести провести интегрирование да вот как это можно делать давайте я вам скажу а вы внимательно посмотрите и скажите понятно вам это или непонятно глядите я беру и записываю вот это соотношение в дифференциальной форме вот это соотношение дифференциальной форме то есть говорю что д сегма под д дельта е равно ну как я мог бы даже так напишу д сегму ну да так это есть сигма 0 с у меня теперь это есть с 0 на 1 минус x умножить на д 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 же самое что x правильно с точностью до до е и это фиксированная энергия сталкивающихся пучков дальше вот это сечение вот это производная ну как мы можем просто можем с 0 в таком виде сюда подставить да и по дельта не продифференцировать то есть просто дифференцируем вот эту брейд вигнер обычную функцию брейта вигнера вот и порядка величины это велич это что такое есть это из 0 вот вот в уме даже можно сделать то есть берем вот эту штуку и дифференцируем ее вместо s подставляем 1 минус x и дифференцируем да тогда в числителе возникнет производная от вот этой радости по x да еще один знаменатель такой возникнет то есть дальше вот эта скобка вот эта скобка и вот эта величина для узкого резонанса вблизи резонанса это по порядку величина одна и та же штука на что вот это что расстройка что что вот это слагаемое поэтому мы получим что-то типа массы резонанса на ширину резонанса то есть производная в общем-то достаточно большая если это узкий резонанс вот но вот эта штука она может быть гораздо больше несмотря на то что это фактор достаточно большой она может быть гораздо больше больше на большая большая это мы сейчас просто убедимся и поэтому этим можем пренебречь пренебрежем пренебрежем мы хорошо теперь из вот этого соотношения теперь уже можем написать интеграл да то есть отсюда из этого дифференциального соотношения мы напишем интегральное соотношение что то есть интеграл где дельта и у нас меняется от 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 нуля до нашего фиксированного значения дельта и разрешения детектора здесь будет вся вот эта величина с 0 на сигма 0 от с 0 1 минус так напишу и к штрих и стоит вот эта производная дельта и штрих не в степени минус н чертой и и дельта и штрих это производная и на дельта и штрих почему вот это получилось да правильно вот у вас сверху получится смотрите сверху когда вы дифференцируете получится вот эта скобка в первой степени правильно в первой степени здесь во второй степени да но она эта скобка это по порядку величины та же самая величина поэтому одна гамма сократится и вас ну просто по размерности гамма останется за минуту знаменатель и безразмериваются на и мэром правильно а пардон производ производная размерная да 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 согласен хорошо я вот отсюда как-то написать даже не знаю то что единица на гамма в знаменателе это нет ниц на массу это много будет уже про размерности нас по размерности просто день и должна быть единица на гамма на гамма но глядите но у нас функция вот такая давайте просто сделать 1 минус x до 1 минус x здесь будет с может сейчас скуду с на 1 минус x так вот да вот так вот и дифференцируем это все а по весь по дельта и е вот них не хорошо сделать что по дельта и е продифференцировать по x было дифференцировать что безразмерная величина была да то есть давайте напишу dd по dx от сигма 0 вот это столь на 1 минус x ну то есть еще на энергию поделить здесь соответственно здесь умноженную энергию но тогда это будет сигма 0 и здесь такой знаменатель до останется дифференцирование а в числителе пойдет что двойка на с на 1 минус x минус масса резонанса в квадрате и умножить на с еще на с множить правильно перед иксом же стоит вот у вас это с но она м мр квадрат сократит полностью да а вот эта скобка она по своей величине ты мр на гамма-р да поэтому масса и мы расстанется и мы расстанется масса резонанса останется гамма-р пойдет знаменатель здесь спасибо что вы заметили здесь ну мр нету потому что я подали то есть здесь дифференцировала не по x да так красивее но я что аргументирую что вот это это больше чем это поэтому изменением сигма 0 по сравнению с изменением этой экспоненты можно можно пренебречь написать вот такое интегральное такое интегральное соотношение почему но давайте напишем как как эта функция выглядит и и продифференцируем что такое е в степени минус n с чертой от е дельта е чему это равно чему это равно но давайте вы напишите вот из всей вот этой суммы до даты я настолько в в пределах интегрирование ну вот это нужно написать что здесь такое будет то есть со всеми коэффициентами нам коэффициенты тоже важны в альфа на пи из вот этой суммы в круглых скобках что вы живет только одно какое какое слагаемое ну из вот этих трех вот это останется да правильно заряды противоположные у нас да поэтому еще один минус будет минус здесь будет f от чего вот это кси она будет в какой вариант все содержать с докова напишем что там стоит и корень квадратный до с минус 4 там с минус 4 м квадрате 4 м квадрате можно пренебречь по сравнению с поделить на 4 м квадрате да да это только вот отсюда единственный вклад такой остался да ну пишем результат интегрирования чуть будет логарифм до е на дельта е или через иксы это что такое единица на x да ну вот поэтому можем это все в экспоненте это все в экспоненте стоит да ну давайте тогда вот так запишем пока пока вот так да пока вот так нам эту экспоненту нужно пасибульдор нам ее нужно продифференцировать правильно то есть у нас есть е в степи е в степени минус n с чертой но давать ее дпд дельта е это то же самое что если единицу на я вынесу d по dx да вот е в степени минус n с чертой с это с 0 с 0 да потому что мы уже здесь смотрим процесс без излучения до нас туда ничего не входит но по dx надо продифференцировать это все дело да да ну пишите минус уже ушел да у нас или или вы про как или вы про этот минус минус почему все у нас от икса то за окей ну хорошо но и это правильные в степени минус н минус н чему равно в степени минус н дифференцируем но икс то остался при этом степени ксад осталось то есть остался x в степени пишите x и его степень минус 1 только до и 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 Но если вы здесь плюсом, и вы продифференцировали еще, по иксу продифференцировали, вот у вас это выскочило вперед. Что еще здесь будет? Степенную функцию, когда дифференцируете, то что там? Минус один, да? Правильно? Ну так. Смотрим теперь внимательно. Вот если у нас иксы достаточно маленькие, да, то вот это значение, куда у нас идет, когда икс мало? Это поправка всегда, она всегда мала у нас, да, должна быть? Это поправка же альфа-зи стоит. То есть иксы у нас куда стремятся, когда икс к нулю? Иксы, когда икс к нулю стремятся? Да, если я беру достаточно малый икс, вот здесь вот в этом интеграле, смотрите, в этом интеграле, я дальше эту функцию буду по икс интегрировать, да, вот если я теперь перепишу этот интеграл через икс, да, получится интеграл от нуля до икс, да, фиксированного, сигма 0, вот, с 0, 1 минус икс штрих, и на вот эту производную, ну, можете ее сюда написать, ну, да. Производная у нас выглядит вот так вот. Ну, еще коэффициент есть, да. Икс – это здесь переменное интегрирование. То есть это не икс должен быть, а икс штрих у нас, да. Так, все понимаете, что мы делаем, да? Вот это, вот, интеграл по икс штрих у нас идет, икс – это фиксированная величина, да, дельта е мы зафиксировали первоначально, да, оно у нас какое-то достаточно большое теперь, вот. А по икс штрих мы интегрируем, да. Е, нет, здесь у нас икс, и здесь икс. Дельта е сократился. Вопрос какой-то, Роман, Сергей, нет? Там, да, я еще смотрю, там, когда-то переходили. Ну, он то е, да, оно, которое вы там не написали. Рисуйте его там. Нет, ну, оно сократилось. Здесь вот у вас еще стоит единица на е, когда мы к иксам перешли. Я уже пожалел три раза, что к иксам перешел, надо было дельта е вести и писать. Вот так вот, вот так вот получилось. То есть видно, что при малых иксах у вас вот эта величина становится большой, да, за счет этой минус единички. И она явно уж больше, чем даже вот этот фактор сигма-0 на гамма-р, да. То есть вот такое выражение мы получили. Ну, вот это и есть наш ответ. Давайте его еще раз красивее запишем. У нас резонансы, они обычно достаточно массивные, поэтому этот аргумент, он большой, да. При больших этих аргументах f – это что такое у нас будет? Логарифм 4 аргументов в квадрате минус единица, да. 4 как раз там сократится благополучно, да. Да, вот такое выражение получилось. Вот такое выражение. Ну, еще раз его аккуратненько вот сюда запишите, чтобы оно у вас было. То есть еще раз, значит, наше сечение резонанса в случае, когда суммарная энергия мягких фотонов больше либо сравнима, чем ширина резонанса, оно немножко модифицировалось вот так вот. Мы его модифицировали. Но я подчеркиваю, что это мы отступили от духа мягкофотонного приближения. Почему? Потому что мы вот сюда явно написали зависимость от частоты, да. То есть у нас некая такая, некая смесь получилась. Некая смесь. То есть, строго говоря, эта модель, ну, хороша для оценок. Как мой вопрос, а вот когда хотят болезнь сечения, там обычно форму вот такие, только предел выделяется на разрешении детектора, а максимальной энергии фотона, которая может привестись? Ну, ради бога, пожалуйста. То есть это некие каты, которые вы накладываете, исходя из постановки эксперимента, там, или еще из чего-то. Пожалуйста. Ну, да, да, да. Просто мне объяснять проще, придавая смысл дельта-е, это энергии при меньшем разрешении, которую детектор не видит, ваши фотоны. То есть тогда вы, с одной стороны, ваш детектор говорит, что у вас упругое сечение, то есть фотонов нет, да. А с другой стороны вы должны все эти мягкие фотоны просуммировать. Да, вот такое, вот такое выражение получилось. Хорошо, спасибо. Еще раз, это для оценок хорошая? А? Четверка. А четверки, а какой четверки? А, четверка, она, вот здесь вот 4. У нас f от xi, f от xi, оно при больших xi, это что такое? Это 2 логарифм 2 xi минус 1, да. Ну, двойку внутрь, если запихнуть, будет 4 xi в квадрате, правильно? Ну, вот четверка, она у вас здесь вот и сократится. Ее здесь надо было написать. Понятно, да? То есть вот эта формула, вот такая формула, когда вы берете сечение сигма 0, умножаете на нашу экспоненту. Это неплохая оценка, повторяю, для радпоправки. Для радпоправки. Обычно, правда, вот это дельта Е, как вы правильно говорите, оно формулируется либо как некая раскалинеарность, да, то есть допустимая в эксперименте раскалинеарность, либо как максимальная энергия фотона. То есть в конкретном эксперименте оно имеет разные, вот это дельта Е может иметь разный смысл, да. Но главное, что эта формула делает, она суммирует все мягкие фотоны с энергией, там, от лямда-гамма инфракрасного обрезания до дельта Е. Вот это дельта Е вы можете перевести в термин ваших раскалинеарностей или чего-то еще и воспользоваться этой формулой для оценки радпоправки от мягких фотонов. Еще вопросы есть? Давайте тогда дальше двигаться. У нас следующая тема. Тема – это метод эквивалентных фотонов. Все формулы и вывод формул у вас был на лекциях, сейчас мы их немножко вспомним, чтобы они у нас перед глазами были. Но давайте сразу сформулируем задачу, которую мы будем решать с помощью этого метода. Задача такая. Мы ее с вами уже решали, только другим методом. У меня есть рассеяние электрона на ядре с излучением фотона. И я хочу найти дифференциальное по вот этой частоте омега-штрих, ну или что-то же самое дифференциальное по энергии вот этого фотона, конечного фотона Е-штрих, потому что у меня имеет место закон сохранения энергии. Хочу найти дифференциальное по вот этой частоте сечение излучения одного фотона. Только теперь этот фотон уже не мягкий. Раньше он у нас был мягкий. Поэтому мы сейчас получим некий ответ, а потом предельным случаем мягкофотонного приближения и получим из него то, что у нас уже было с вами раньше. То есть мы получим некую более общую формулу, чем то, что мы имели раньше. Давайте вот на левой доске я некоторое напоминание сделаю с лекцией, потому что едва ли вы память эти формулы воспроизведете. В чем суть метода? Если у нас есть заряженная частица, и эта частица, например, ядро заряженное, ультрарелятивистское в некоторой системе отчета, тогда электромагнитная волна, которая создает эту частицу, оно, как вы знаете, электромагнитное поле сжимается в блин, и оно становится почти поперечным. То есть интуитивно, вот еще с общей физики, представление должно быть такое, что релятивистская частица, у нее электромагнитная волна, почти поперечная волна, то есть это почти настоящие, почти реальные фотоны. Как бы один подход, а другой подход – это вот то, что у вас на лекциях было, что мы можем рассматривать несколько характерных времен для нашего процесса. Это большое время излучения фотона, например, ядром, релятивистским движущимся ядром, а второе время – это время жесткого взаимодействия этого фотона с верхним блоком. И вот если у вас есть иерархия этих времен по какой-то причине, то вы можете тоже написать факторизацию. Это факторизация метода эквивалентных фотонов или метода квазиреальных электронов. То есть здесь малым параметром является виртуальность, виртуальность вашей частицы. То есть у нас есть некая частица заряженная, скажем, электрон. Здесь есть верхний блок. А вот это у нас эквивалентный фотон. Омега – это частота эквивалентного фотона. Этот импульс P, этот импульс мы обозначим Q, который есть X умножить на P по модулю. Компонента у него такая, здесь какая-то Q перпендикулярная, здесь X на P. То есть мы представили трехмерный вектор Q, представили как X умножить на P плюс Q перпендикулярная. Перпендикулярная, в смысле перпендикулярная вектору P. И мы говорим, что одно из наших приближений состоит в том, что вот этот четырехвектор приблизительно равен четырехвектору реального фотона. То есть X на P, 0, X на P. Вдоль оси Z у нас фотон. Вот этот вектор, это вектор уже, чей квадрат равен нулю. То есть как будто мы от вот этого виртуального фотона перешли к реальному фотону. Это был виртуальный фотон. А вот в приближении, пренебрежении перпендикулярной компонентой наш фотон стал реальным. То есть у нас есть несколько условий, при которых мы можем вот этой компонентой пренебрегать. Что это за условия? Вот там есть целый набор этих условий, которые возникают в процессе упрощения вот этой амплитуды к вот такой амплитуде с некоторым фактором. То есть у нас полное сечение. Это есть Dσ на число эквивалентных фотонов в электроне. А здесь Dσ – это сечение вот этого процесса. А Dσ, γ – это сечение всего вот этого процесса. Что это за условия? Во-первых, это условия, что Q поперечное должно быть много меньше, чем характерные массы вот этого верхнего блока. M – это характерная масса. Например, можно взять максимальную характерную массу этого блока. А также, чем все характерные поперечные импульсы. Поперечные имеются в виду, подчеркиваю, к импульсу P. Вот есть импульс P. У него есть плоскость ему перпендикулярная. Вот там есть поперечный импульс. И вы смотрите на поперечный импульс всех вот этих частиц, которые здесь. Вот если выполнено такое условие, если выполнено это условие, то вы можете пренебречь верхнем блоке к перпендикулярным и считать, что фотон у вас реальный. То есть вот одно из условий. Есть еще несколько условий, которые возникают при упрощении этих амплитуд. Одно из условий – это то, что x. x – это что такое по определению? Это компонента продольного импульса вдоль P у эквивалентного фотона. Правильно? Вот отсюда смотрим. x – это компонента продольного импульса вдоль P. Вот x должен быть много больше, чем q перпендикулярная на P в квадрате. Но P вектор в квадрате. А x чертой, которая есть, 1 минус x, должно быть много больше, чем максимум из массы, вот этой массы, частицы, которые создают поле эквивалентного фотона, ку перпендикулярного. А здесь P стоит по модулю. Обычно эти два условия выполняются автоматически, хотя каждый раз нужно в этом убеждаться и разбираться. Что мы должны сделать, чтобы найти полное сечение? Мы должны проинтегрировать по числу эквивалентных фотонов, то есть вот это D, N, E, γ, проинтегрировать. То есть проинтегрировать как по частоте этого фотона, а частоту фотона в этих приближениях можно считать равной отношению x, умноженную на энергию. У меня есть импульс, есть энергия в начальной частице. Вот x по определению, это есть продольная доля импульса, но x в этих приближениях можно считать также долей энергии. Это то же самое будет. То есть вот в этих приближениях x – это что доля импульса эквивалентного фотона, продольная вдоль импульса P, а что доля энергии первоначального электрона, уносимая эквивалентным фотоном. Это одно и то же. И на лекциях вы вывели соотношение для вот этого ДНЕ, для числа эквивалентных фотонов в исходном электроне. В неполяризованном случае у вас был вывод. Через У-матрицу это все написали. Вывод был такой. На выражение нам понадобится. Это есть α на 2π в квадрате. Здесь стоит dx делить на x. То есть это фактически частота dω на ω эквивалентного фотона. Дальше d2 ку перпендикулярная. То есть по вот этой компоненте я должен тоже дифференциал написать. А здесь стоит ку перпендикулярная в квадрате плюс m квадрате на x квадрате. Все в квадрате. Здесь стоит ку перпендикулярная в квадрате. 1 плюс x чертой в квадрате плюс m в квадрате x в четвертой. Вот такое выражение вы получили. Было такое? Было. Вот это выражение мы подставляем в нашу формулу. И мы должны проинтегрировать. Провести интегрирование здесь по всем перпендикулярным импульсам. Откуда? От некого минимального ку перпендикулярного до некого максимального ку перпендикулярного. Ну, минимальное обычно это 0. А максимальное определяется условиями пренебрежения верхнем блоке, пренебрежением вот этим ку перпендикулярным. То есть обычно максимальное определяется из вот этого условия. И в качестве максимального ку обычно берут либо массу, либо передачу. Если у вас дифференциальное сечение, то обычно берут передачу. Если вы смотрите полное сечение, то обычно берут массу. Сразу это скажу. То есть ку-перпендикулярная максимальная из этих соображений находится. То есть мы можем теперь проинтегрировать это выражение по d ку-перпендикулярная. И что мы получим? Здесь у меня есть интегрирование по углу и по модулю. По углу азимутальному 2π у меня сократится. Останется α на 2π. Снова 2. Здесь будет dx поделить на x. dx поделить на x. d, так напишу. Я здесь проинтегрирую пока. Хорошо. dx поделить на x. Здесь будет логарифм от ку-перпендикулярная максимальная в квадрате. Что я делаю? Я считаю вот этот интеграл с логарифмической точностью. То есть удерживаю только логарифм, который у меня здесь. Логарифм у меня пойдет от первого члена. Правильно? От первого члена. Ну, я вместо этого ку-квадрата выделю знаменатель, сокращу его и проинтегрирую. Будет логарифмический интеграл. При ку равной 0, ку квадрат равной 0, у меня нижний предел будет m квадрат x квадрат. При ку квадрат максимальном, я этим пренебрегаю, пишу ку квадрат максимальное. И этот логарифм, он у меня возник только от вот этого первого вклада. То есть здесь множитель стоит 1 плюс x чертой в квадрате. Поскольку я по квадрату интегрирую, то еще одна вторая была. Одна вторая из-за того, что я по d ку-перпендикулярное в квадрате интегрирую. То есть так я сразу обычно могу проинтегрировать по ку-перпендикулярному и максимальное значение вот отсюда его взять. Из первого условия. Если у меня дифференциальное сечение, я смотрю, то я беру какие-то характерные, перпендикулярные передачи верхнего блока. Если у меня полное сечение, то обычно максимальная определяется массой частиц, входящей в верхний блок. Из-за этих соображений. А вот это то, что было на лекциях, некий теоретический материал. Он нам сейчас понадобится. Что у нас есть? Возвращаемся к нашей задаче. У нас есть покоящееся ядро. И на покоящееся ядро налетает электрон с энергией E. Давайте будем считать. У нас некий параметр нашего приближения должен быть в задаче. Какой-то большой параметр. Будем считать, что энергия много больше массы. То есть вот эта энергия, она много больше массы электрона. То есть E к M – это большой параметр нашей задачи. Тогда мы можем сделать следующее. Давайте с вами перейдем в систему отчета, в которой электрон покоится, а ядро налетает на него с большим гомофактором. Правильно? Здесь гомофактор большой. С большим гомофактором оно налетает на него. Тогда в этой системе отчета, в новой, где электрон покоится, а ядро, двигаясь в противоположном направлении оси Z, налетает на наш электрон. У нас электромагнитная волна почти плоская. И мы можем воспользоваться вот этим приближением. То есть нам ультрарелятивизм нужен, чтобы была почти плоская волна у ядра вот в этой выделенной системе отчета. То есть давайте сядем в эту систему отчета, где электрон покоится, там напишем все формулы, потом перейдем из этой системы отчета в исходную систему отчета и напишем дифференциальное сечение по частоте омега штрих. Вот это наш план. Понятно, да? Потому что зачем нам переходить в ту систему отчета? Потому что именно в той системе отчета все вот эти формулы можно написать. Вы имеете право все вот эти формулы писать. Там у вас электромагнитная волна почти поперечная. Там вы можете вместо этой картинки писать эту картинку. То есть как выглядит наше рассеяние с точки зрения метода эквивалентных фотонов? Вот у нас есть ядро, теперь уже быстрое, которое летит, создает электромагнитное поле, почти поперечное. И это электромагнитное поле, взаимодействуя с начальным электроном, переходит в конечный электрон и в конечный фотон. Давайте в системе отчета, где ядро быстрое, а электрон покоится, назовем ее лучше так, кто покоится, электрон у нас покоится, поэтому эту систему отчета назовем системой покоящегося электрона. В этой системе отчета у меня есть, здесь есть частота эквивалентного фотона, я ее обозначу омега е, е обозначает, что я в этой системе нахожусь. А здесь есть частота конечного фотона, я его обозначу омега штрих, конечный фотон, а то, что я в этой системе, буква е. То есть в этой системе мы можем написать все наши формулы Где dn, вот оно, мы его сейчас немного преобразуем А в качестве ds что у нас выступает? ds это что за сечение? Верхний блок это что за процесс? Это комптоновское рассеяние То есть в качестве ds мы можем взять выражение для комптоновского рассеяния Вот помните, мы на лекциях с вами вывели как раз сечение Для случая, когда электрон покоится А на него налетает электромагнитная волна с какой-то частотой Мы там прямо дифференциальное сечение вывели с вами Давайте я его напишу с вами То есть это сечение комптоновского рассеяния Можете лекции открыть, проверить, чтобы я коэффициенты никакие не забыл Значит, там что стоит? π α в квадрате на m Стоит частота фотона, который налетает На покоящийся электрон Здесь стоит дифференциальное сечение по углу рассеяния Или что то же самое по частоте конечного фотона Это связанные величины угол и частота А здесь стоит такая скобка Омега штрих на омега плюс наоборот Прибавить m на частота конечного фотона m частота начального фотона в квадрате Минус удвоенная такая же скобка m на омега e Мы эту формулу прямо вывели с вами У нас был вывод с вами этой формулы Минус m на омега e Кроме того, для этой же системы отчета Где электрон покоится У нас была выведена связь вот этой частоты с углом рассеяния Помните ее? Чему вот эта скобка равна через угол рассеяния? Если у вас есть покоящийся электрон На него налетает фотон с частотой омега e И рассеивается фотон с частотой омега e штрих Под углом тета Ну, тета e давайте обозначим То, что мы находимся в системе покоя электрона Вот там вот, вот эта комбинация m на омега e штрих минус m на омега e Она прямо была с углом рассеяния связана Как? Это омега штрих Чему равно? Но оно отсюда и выводится То есть это было 1 минус косинус тета e Вот эта скобка И тогда отсюда можно сказать, что омега e штрих Это есть омега e поделить на 1 плюс что там? Там было омега e к массе, правильно? На 1 минус косинус Также 1 минус косинус тета e То есть вот в этой системе отчета у нас вся теория как бы уже разработана Вся кинематика написана Мы это уже подробно делали и на лекциях, и на семинарии И вот у нас есть такая формула То есть дифференциал по частоте это все равно, что дифференциал по вот этому косинусу То есть это дифференциальное наше сечение Теперь нужно написать, что такое dm Вот у нас уже не электрон Не электрон является источником эквивалентного фотона А ядро, правильно? То есть мы смотрим количество фотонов в ядре Вот такую величину Давайте напишем, чему она равна Давайте, к доске повеселее это было Ворозда давайте, выйдите Вот у нас прямо есть формула Давайте думать, как она модифицируется Модифицируется Значит, если ядро имеет заряд z Здесь был электрон, поэтому здесь была единичка Если у вас ядро с зарядом z Тогда на z в квадрате Тогда на z в квадрате Все, наверное, так и пишем То есть будет z в квадрате Альфа 2π Дх делить на x, да, правильно? Дх делить на x Логарифм Теперь давайте вспомним, что такое x Бу, x это что такое? Омега на e Омега на e, да Ну вот здесь dx на x его оставим Это дифференциал логарифмический А вот здесь вместо x давайте подставим наше выражение То есть это будет омега эквивалентного фотона Делить на энергию ядра, правильно? Так и подставляете Ку перпендикулярное Это что такое? Мы уже Ну пока оставьте Давайте пока его оставим Как есть Ку перпендикулярное Оно определяется, как я говорил, чем? Верхним блоком, да? Вот эта масса Это масса верхнего блока Вот эта масса Это масса источника Того, кто создает поле эквивалентного фотона Поскольку мы будем интегральное сечение смотреть То ку перпендикулярное максимальное Это просто будет масса в квадрате Мы ей просто масса Да, давайте вот здесь вот x сразу тоже заменим на На x чертой Нет, не на x чертой Здесь стоит x x это что такое? На омега Омега какая в наших обозначениях? На e Омега e Поделить на e в квадрате Вот это не под логарифмом Это коэффициентом перед логарифмом Здесь тоже омега поделить на e Все в квадрате У нас что такое ядро? Это бесконечно тяжелый источник электромагнитного поля Правильно? Поэтому мы должны перейти к пределу При m стремящемся к бесконечности Вот мы можем здесь взять предел m стремящемся к бесконечности Что такое ядро? Рассеяние на ядре Если мы отдачу не учитываем То есть оно стоит на месте вбита Что значит, что оно вбита гвоздями? Это значит, что мы должны m устремить к бесконечности Правильно? m устремить к бесконечности Тогда энергия будет тоже стремиться к бесконечности Это энергия ядра Но гамма-фактор будет фиксирован Гамма-фактор равен e к m Правильно? Тогда что у нас останется? x Давайте, раз мы везде омега-e написали То здесь тоже вместо x я напишу омега-e поделить на омега-e Хорошо? Здесь стоял dx на x Это есть омега-e поделить на омега-e Не, не, вы ничего не стираете Вы ничего не стираете Давайте просто перепишите Здесь стоит энергия в квадрате ядра Вот так вот, да? Вот я еще раз подчеркиваю Здесь это фактор перед логарифмом Некрасиво написал Вот теперь, если я массу стремляю к бесконечности То куда это переходит? В пределе В гамма-фактор Вот это будет гамма-фактор Давайте так напишем предел Гамма, масса стремится к бесконечности А e к m равно гамма фиксирована Фиксирована А от всей вот этой скобки что останется? Здесь вот это не надо скобку, да? Логарифм закрыли Когда вы стремите массу к бесконечности Вот омега-e она у вас фиксирована А, вот это уйдет вообще? Это уйдет Значит вся скобка перейдет в двойку Ну вот давайте вот сюда вот ей пишите эту двойку Ну или с этой сотрите, да Да Вот такое выражение получилось Ну и теперь мы можем подставить, что Ку-перпендикулярная, максимальная Из наших условий пренебрежения Перпендикулярной компоненты в верхнем блоке Подставить массу, да? Вот когда мы так делаем Мы уже сразу ограничиваем Логарифмическую точность своего приближения Если в методе мягких фотонов Мы могли считать Как с логарифмической точностью Так и не с логарифмической С большей точностью Вот последняя задача Двойное тормозное излучение, да? Предпоследняя Там мы с большей точностью посчитали То здесь мы сразу себя ограничиваем Логарифмической точностью Когда так пишем Да, вот так вот Ну двоечку можно вынести из-под Логарифма Ну здесь квадраты, видите? У вас там стоят Квадраты сплошные Просто для красоты Вот так, да Тогда наше полное сечение Полное сечение Д сигма, гамма Оно как запишется? Это я должен взять сечение Комптона Умножить его на ДН, правильно? На ДН И проинтегрировать Вот давайте, рисуйте Вот сюда дописывайте ДН А я здесь запишу интеграл Ну коэффициент можно наружу Вот вынести там Два Z квадрат альфа То есть полное сечение Это есть сечение фотопроцесса На число фотонов в нашем ядре То есть мы можем эту формулу записать А остальное все можно и стереть Да Внизу все стираем Такая формула получилась По чему мы здесь интегрируем? Почему? По какой переменной? По численности Частоте какой? У нас здесь две частоты Вот это что такое? Это частота конечного фотона Она у нас какая-то заданная, правильно? По начальнике, которая эквивалентна Да, мы интегрируем по частоте эквивалентного фотона То есть наша цель состоит в чем теперь? Чтобы решить окончательно задачу Мы должны вот в этой формуле Перейти из вот этой системы отчета Где электрон покоится В исходную систему отчета Где ядро покоится Выразить вот этот дифференциал Вот эту штуку Выразить через омега штрих А по частоте эквивалентного фотона Нужно проинтегрировать Нужно взять интеграл от всего этого Вот это понятно? Вот давайте для начала Эту формулу пока Отставим в покое До некоторого времени Попробуем Перейти для начала Из этой системы отчета В исходную систему отчета Где ядро покоится А электрон на него налетает И найти связь между вот этой частотой И вот этой частотой Давайте это сделаем Я вот здесь специальное место освобожу Вот смотрите Вот есть у нас здесь какие векторы Есть вектор П четырех П штрих Ку штрих И ку Ку это четырехвектор эквивалентного фотона Да? Вот давайте сначала В системе Е В системе Е Запишем как выглядит Четырехвектор ку Пишите Что перейти из системы в систему Из одной в другую Нам нужно просто написать Как выглядит Система Е Это какая система Система Е Это где электрон покоится И ядро ультралитивистское То есть там частота фотона была равна омегае. Перпендикулярной компонентой мы его пренебрегаем, считаем, что фотон настоящий. Вот Z-компонента, я вам напомню, что ядро, если у нас электрон двигался в положительном направлении оси Z, то когда мы перешли в систему, где электрон покоится, а ядро движется, то ядро будет куда двигаться? В обратную сторону. Давайте, чтобы это подчеркнуть, здесь минус напишем. То есть еще раз, исходный электрон у нас двигался по оси Z в положительном направлении. Тогда у ядра будет компонент, здесь минус, и у поля, которое он создает, тоже здесь будет минус. Вот так. Хорошо. Теперь как выглядит ку-штрих? Не-не, ку-штрих в этой же системе отсчета. Ку-штрих – это четырехвектор конечного фотона. Ну, пока просто его, не, пока не подставляете эту формулу, просто явно, неявно напишите. То есть здесь будет омега-е-штрих, да. Дальше. Здесь есть какие-то перпендикулярные компоненты, правильно? Они есть, давайте их напишем. Ну, лучше не к, а ку-штрих перпендикулярный, чтобы не путать. А продольную компоненту мы можем написать через угол рассеяния. Это мы можем написать, да? К чему она равна? Если у нас фотон рассеивается, смотрите, под углом тета. Вот его продольная компонента. Просто на косинус тета. Только опять же не забываем, что у нас здесь вот минус, да, минус косинус тета-е. Косинус тета-е. Да, вот такое соотношение. Вот так вот. Если тета равняется нулю, да, смотрим на картинку, тета равняется нулю, то здесь минус омега-е, и здесь минус омега-е будет, да. То есть этот минус тоже здесь должен быть написан. Раз здесь написали, то здесь должны писать. Правильно? Окей. Теперь давайте пишем в системе покоя ядра. То есть мы что делаем? Мы переходим из этой системы, делаем буст вдоль оси z со скоростью плюс бета, да? Плюс бета. Тогда вдоль оси z. Так, а если мы здесь обозначили q, то мы же q-штрих используем? Зачем? Здесь тоже самое обозначение, тот же q. Это тот же четырех вектор, только в другой системе отчета. А именно в системе покоя электрона. То есть будет... Почему штрих? Почему штрих? Должны вот эти компоненты преобразовывать с помощью преобразования Лоренса. Да, косинус на... Здесь перпендикулярных нету, только продольные есть, да, компоненты? То есть будет что-то... Гамма-фактор, да, стоит? Гамма-фактор стоит. Значит, вы плюс бета умножаете на минус омега е. Не, я взял с минусом. Не, 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 давайте аккуратно делать. Вы не можете здесь туда-сюда по-разному брать. Вот вы теперь из одной системы отчета переходите в другую систему отчета. Так, та частица, которая у вас двигалась в противоположное направление CZ, да, она теперь стала покоящейся, правильно? Но мы же, когда вот переходим в штрихованную систему координат, в движущуюся систему, уже с минусом берем. А здесь это обратный переход. Мы из движущейся переходим в исходную систему. Да, но нам же без разницы, как раз, лишь бы, когда обратный переходитель с другим знаком, правильно? Ну, в принципе, без разницы, на самом деле, если мы сейчас все формулы подставим, видим, что без разницы. Ну, давайте, вот конкретно здесь, здесь все-таки будет с минусом, наверное, да? Нулевая компонента такая будет. В конечном счете, конечно, без разницы, потому что в конечном счете войдет только гамма-фактор у нас в ответ. Плюс β умножить на эту, да? Да. Давайте аккуратно теперь это запишем все. Здесь равно. Видно, что омегае можно вынести за скобки, правильно? Еще можно и гамму вынести за скобки, и один минус β можно вынести за скобки. 1, 0, 0, минус 1, да. Так же, как здесь, вот этот вектор у нас был, что такое? Это было омегае на 1, 0, 0, минус 1. Ку-штрих. Ку-штрих, он теперь будет иметь какую компоненту нулевую? Как мы ее обозначали здесь? Здесь просто обозначение, здесь пока науки никакой нет. Вы должны взять, преобразовать всю вот эту штуку, да? И получится какая частота? Как она у нас называется просто в задаче? Конечно. Омега-штрих, да? Омега-штрих, правильно? Вот и пишите сюда омега-штрих. Омега-штрих в качестве нулевой компоненты. Где омега-штрих? Где-нибудь внизу напишите, чему она равна. Ага. Совершенно верно. На бету. И на гамму, да. Правильно. будет омега штрих дальше будет какая-то перпендикулярная компонента на преобразованная она вам часть не очень интересно пока давайте посмотрим какая компонента вот эта компонента будет она у нас будет мы ее тоже можем связать с новым углом рассеяния с углом рассеяния в нашей системе да то есть давайте в таком же виде запишем то есть это будет омега штрих умножить на что на косинус тета штрих да где-то это штрих это новый угол рассеяния с минусом да вот вот для этого косинуса тета штрих мы с вами с вами получили уже получили выражение где здесь минусом так на сам нет пожалуйста вот здесь вот здесь вот в каком смысле это определение того что такое тета штрих да пожалуйста можете написать плюс давайте так вот чтобы у нас мы взяли формулы которыми мы уже пользовались помните мы с вами решали задачку где доказывали что омега квадрат д омега это есть релятивистский вариант в мягко мягко фотонном приближении там мы с вами выражение для этого косинуса находили правильно но давайте так и сделаем но там у нас был здесь знак плюс поэтому давайте здесь напишем знак плюс и посмотрим какой ответ какой ответ у нас был то есть чему равен косинус это штрих тетрадку возьмите там посмотрите ну или спросите у кого-нибудь то есть мы вот отсюда до перешли вот сюда сделали преобразование лоренца и там мы находили чему равен угол угол рассеяния конечно не посчитать недолго можно просто под подставить вот это выражение на только давайте давайте аккуратно раз уж вот специально даже хорошо что мы здесь плюс написали вот смотрите здесь у вас плюс стоит а здесь минус здесь минус стоял этой компоненты почему здесь то здесь плюс да здесь плюс вы обозначение сохраните которые у вас есть то есть не идите идите сюда и вот в эти же обозначениях напишите то что вы пишете а ну вы частоты пишите которые у вас есть не какие-то оме омега штрих что такое омега штрих хорошо окей давайте хорошо хорошо давайте бета на косинство это отлично да правильно это тоже это то что мы воспроизвели что у нас было на на семинаре правильно вот только на семинаре у нас компоненты были какие умиго-ля-ля-ля-ля омега косинус тэта да а мы перешли обо Os3 омега штрих косинус тэта штрих вот так да а теперь у нас вот теперь воспользуйтесь эти фуками этими формулами теперь всё здесь минус стоит поэтому косинус тэта штрих как будет выражаться здесь вместо косинуса надо минус косинус да не почему бета-то бета не заменится знак на обратный у вас где косинус раньше был плюс косинус а здесь теперь минус косинус то есть минус косинус тета ем это обзываем плюс бета совершенно верно да вот чтобы со знаками все аккуратно было мы должны следить за этим всем вот так правильно ну-ка давайте остановимся все пусть еще раз посмотрят вот смотрите те формулы справа мы вывели с вами да это что за формула у нас есть здесь такой четырех вектор потом делаем буст с со скоростью плюс бета переходим в такой вектор до записали преобразование лоренца отсюда нашли выражение для угла правильно здесь у нас все то же самое все то же самое только исходный исходный четырех вектор для которого мы делаем тот же самый буст с плюс бета он вот у этой компоненты минус содержит поэтому вместо косинус тета мы должны написать минус косинус тета правильно согласны теперь угол отчитывается от направления от направления е то есть это обычный обычный угол рассеяние 1 ну а то си за этом насчитывается ну разворот на пи сделали да пожалуйста нам это даже этот угол особо не важен будет мы по нему про интегрируем сейчас вот то есть нашли а нашли как выглядит косинус тета штрих нашли это да так хорошо давайте еще раз напишем на что у нас получилось q штрих это есть по мега штрих да она нам дано задачи q перпендикулярная штрих а здесь вот вот такое выражение пищу то есть о мега штрих умножить на на все вот это напишите один раз да 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 просто перепишите это у нас в системе покоя покоя ядра так получилось отлично давайте теперь запишем закон сохранения импульса вот у меня смотрите p плюс q равно чему хорошо так и напишите по штрих плюс q штрих почему в четырех векторами пишите плюс q штрих отлично переносим q штрих в левую часть и возводим в квадрате что получится перенесли q штрих в левую часть и возвели в квадрате м квадрате q в квадрате чему равно их уж три в квадрате нулю но напишите их но можете да вот так 0 и осталось 2 перекрестных 2 на п все стоит п плюс q минус q штрих в квадрате на то есть будет такой есть такой есть такой есть да хорошо окей это мы закон сохранение импульса написали на массы сократились у нас и осталось что вот здесь можно вынести q q штрих чему равно напишите q q штрих равно из-за этого соотношения q q штрих равно п q q штрих равно п на q минус q штрих отлично вот это простое соотношение которое у нас из закона сохранения энергии взялось на возвращаемся к тому что мы хотим найти мы хотим найти связь вот этой вот этой частоты правильно вот сейчас мы реализуем один из простейших методов нахождения этих частот когда мы преобразование лоренца пишем вот у нас есть некое соотношение вот мы это соотношение можем написать это же четырех вектор и правильно мы здесь можем правую часть написать в одной системе отчет а левую часть в другой системе отчет и сразу отсюда найти то что нам нужно вот давайте правую часть этого соотношения напишем в системе отчета покоя электрона в этой системе по имеет какие компоненты одну компоненту м0 да а q и q штрих нулевую компоненту имеют омега е и омега е штрих рисуем правую часть что получится отсюда равно не пишите просто правая часть в системе 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 покоя электрон такая да правильно а левую часть вот это вот это давайте напишем в системе покоя ядра мы не даром же нашли с вами вот эти векторы в системе покоя ядра вот у нас есть вот этот векторv системе покоя ядра и вот это вектор с системе покоя ядра вот давайте их найдем скалянное произведение То есть мы должны вот этот вектор скалярно умножить на вот этот вектор То есть берем вот эти два выражения в системе покоя ядра И из этого соотношения сразу найдем, что такое омега штрих, правильно? Ну, перемножаем, берем вот этот вектор и вот этот и перемножаем их Значит, наружу сразу выносится омега штрих, умноженное на вот это, да, все Нет, не такое получится Давайте сюда идите, здесь напишите аккуратно Вот здесь Q на Q штрих, чему равен? Равно Q на Q штрих, равно Здесь пишите Не, не, понятно, я просто сюда смотрел Окей, вот здесь напишите, чему это равно Не забываем, что у нас метрика Минковского, да? Так, а я же там то же самое написал Вы там не то же самое написали Нет, не то же самое, только там косинство ташки Давайте вы допишите, а потом мы сравним, то же самое вы написали или не то же самое Угу, приводим к общему знаменателю, что здесь такое будет А, вы написали то же самое, просто не подставив косинус, да? Ну окей, хорошо Ну сразу собираем при единичке и при косинусе, что будет? При единичках что будет? Один плюс бета Один плюс бета А при косинусе тта я Ну при минус косинусе Бета плюс один, да? Хорошо, хорошо, что? Ну, вонись Да, вот так вот Согласны? Вот бета у нас, смотрите, бета у нас стремится к единице Правильно? Стремится к единице Поэтому здесь мы можем, как это все дело упростить? Вот один минус бета квадрате через гамма-фактор, это что такое? Один, так, гамма в квадрате равно 1 на 1 плюс бета Минус бета в квадрате Минус бета в квадрате, да? Не надо здесь ничего стирать, пишу приблизительно, чему это равно То есть вот это, получается, гамма-фактор в квадрате в знаменателе с одним гамма-фактором сокращается, да? Ага На гамма-фактор Тогда не приблизительно, тогда пока просто равно На один минус косинус Напишите, потом тогда сотрете Все это равно приблизительно Бета у нас близко к единице, поэтому здесь можем эту скобку сократить, да? У нас сингулярности никаких здесь нет То есть вплоть до всех углов тета Кроме очень маленьких углов Мы можем эти скобки просто сократить, да? А для очень маленьких углов это и так будет 0 Ну и здесь стоит гамма-фактор в знаменателе То есть мы ошибку небольшую совершаем Согласны? То есть вот эту скобку сократили с этой скобкой приблизительно Вот мы что с вами получили Глядите, в одной системе отчета мы посчитали Имеем вот такое выражение В другой системе отчета имеем вот такое выражение Значит, какое мы равенство получили с вами? Ну приравняйте их, напишите Мы уже хотели что с вами? Найти связь омега и штрих и омега штрих Вот мы ее нашли с вами Она простая получилась, да? Значит, как мы ее нашли? Еще раз, общее резюме такой кинематики Обычной, с первого курса еще знакомой То есть мы рассмотрели некое скалярное произведение Следующее из закона сохранения энергии Левую часть вычислили в одной системе отчета, где она просто выглядит А правую часть в другой системе отчета, где она тоже просто выглядит из преобразования Лоренца И таким образом нашли связь между Гамма на М Это что такое будет? Гамма на М Не стирайте ничего Пишите чему-то равно Просто переходите к новому выражению То есть будет энергия Омега и штрих Вот здесь вот это что такое написано? Здесь у вас Здесь один омега и штрих, другой омега и е, да? Пишем, что такое омега и штрих На омега и е сокращаем Отлично Замечательно Вот мы получили приблизительную формулу Здесь приближение то, что мы сократили вот эти скобки Но при бета к единице никаких проблем у нас не возникает с этим сокращением То есть мы во всей области можем этим выражением пользоваться Вот мы связали с вами частоту в одной системе отчета, да? Конечного фотона с частотой в той системе отчета, где нам нужно Вот так вот мы сделали Хорошо, отлично Давайте теперь возвращаемся к нашему сечению Вот наше сечение Нам нужно что сделать? Перейти от... Позвольте тряпку Давайте я на секунду остановлюсь Всем понятно, как мы из одной системы отчета в другую перешли И что сделали для этого? Вопросов никаких нету, все понятно Ну это простое упражнение Мы считали без штриха Мы считали, что в одной системе что-то имеем право посчитать, а это в другой У нас слева есть хоминга какая-то и омега штриха в одной системе Да, а справа в другой Да, а потом взяли, что его там получило все единицы минус хоминга не на руке Вот здесь Я имею в виду, что у нас было четыре омега штриха разных То есть хоминга, омега штриха в одной системе Да, ну и что? А вот в этой наиске у нас осталось всего лишь четыре разных Ну и что? Да, и что? То есть получается мы приравняли две омеги Почему мы ничего не... Ну то есть когда мы едем, это четвертый Нет, я не очень понимаю Вот у нас есть... Почему вы говорите, что у нас четыре есть омеги? У нас есть омега штрих, омега штрих, омега е штрих и омега е Все, у нас больше ничего нету Вот эту частоту мы же с вами не смотрели Она у нас нигде с вами не входила Вот эту частоту в системе покоя ядра Она у нас нигде не фигурировала с вами Мы же ее просто явно вычислили Она вот она Явно ее написали Почему в обоих? Мы ее написали с помощью преобразования Лоренца Вот эта частота, вот эта частота, вот она написана Через частоту омега е Правильно же? Ну? Хорошо, вы можете писать четыре частоты, но у вас есть еще закон их преобразования по преобразованию Лоренца, правильно? Ну вы этот закон используете, тогда вы исключите эти частоты Вы одну как минимум исключите сразу Можно? Да, да Мы вот использовали плоскую волну, она нужна была, чтобы время взаимодействия было маленькое? Не, 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 вот это относится к вопросу о приближении метода эквивалентных фотонов Вот если вот эта частица релятивистская, то электромагнитная волна, которая ей создается, она почти плоская Это значит, что мы можем эту частицу выкинуть здесь Здесь нету как бы пропагатора, да То есть весь пропагатор и все, что от него идет, оно ушло в ДН У нас ДН ушло, да А верхний блок дал нам Комптон Потому что этот фотон теперь стал реальным фотоном Не виртуальным куском пропагатора, а реальным фотоном Да А время взаимодействия у нас это что такое? У нас есть большое время взаимодействия Вот этого фотона в верхнем блоке и большое время взаимодействия Время излучения вот этого фотона Порядка единицы на виртуальность этого фотона, да Евгений, я... Понятно все, да? Поняли? Ну, согласитесь, это все достаточно тривиально Это, в общем, преобразование Лоренца здесь, по большому счету Но здесь некая такая, нужно аккуратная кухня, нужно аккуратно проделать Поэтому я под моим руководством это все мы делаем Окей Значит, у нас есть вот это сечение, да? Давайте в этом сечении теперь... Я вот эту картинку сотру, ладно? Перейдем от... Перейдем от омега е штрих У нас здесь два дифференциала Омега е и омега е штрих, да? Омега е и омега е штрих Перейдем к... Что у нас здесь осталось? Вот этот дифференциал мы должны сделать его омега штрих, да? А вот этот можем оставить, мы по нему интегрировать будем Омега е По формулам каким? Омега штрих у нас равен... Омега е на 1 минус омега е штрих поделить на омега е Прямо вот в этом интеграле, да? Делаем замену переменных Переходим от вот этих переменных Омега е штрих, омега е К переменным омега штрих Это частота нашего фотона в лабораторной системе, да? А омега е оставляю как то же, что было раньше По ней мы проинтегрируем По частоте эквивалентного фотона мы проинтегрируем Как и кабиан перехода выглядит? Это стирайте Только вот это соотношение не стирайте Остальное все можно стереть Напишите сначала дифференциал на дифференциал равен и кабиан на дифференциал на дифференциал, да? Что за и кабиан? Кого, почему вы считаете? Напишите, что это такое Потом уже пишите для него выражение У вас переход откуда-куда? Отсюда-сюда или отсюда-сюда? Из лева вправо Из лева вправо То есть это и кабиан Это как он выглядит? Это из D по D Что по-дачему? Окей Стойте, не надо пока рисовать Если в и кабиане два аргумента одинаковые То это что такое? А, в смысле D омега Е штрих по D Конечно, это просто частная производная Поэтому считать его не надо как матрицу Ага, ну давайте При фиксированном омега Е И чему это равно? Вот наша связь Легче обратно взять Угу Хорошо Нам нужен и кабиан по модулю Правильно? Правильно? Хорошо Переписываем Вот это все брожение Переписываем Равно Здесь вот внизу все стирайте Да, это все стирайте С кабианом Правильно все сделали? Все поняли? Ну, здесь тоже все это стирайте Угу И пишем И пишем, чему равно наше сечение Так, это Давайте его куда-нибудь перепишем Давайте я его в угол куда-нибудь перепишу А вы пока пишите сюда сечение То есть мы получили такую связь Такую связь получили Какую мы получили связь? Что омега штрих Омега штрих равно Е Нужно 1 минус Омега Е штрих к омега Е То есть это частота конечного фотона В системе Покоя электрона Это частота эквивалентного фотона Вот у нас такое наше соотношение Кинематическое Угу Давайте пошустрее переписывайте Здесь науки никакой нету Просто переписыванием занимаемся Логарифм еще у нас есть Так, что непонятно У нас же здесь дифференциал был То есть у нас же здесь уже дифференциал был Откуда там туда? Еще раз Что откуда? У нас же вот здесь дифференциал был Откуда там Здесь D омега Е Здесь D омега Е штрих Да Вот вы перешли теперь к D омега Е и D омега штрих Вот этим дифференциалом Вы ничего не делали Он у вас как был, так и остался Единственное Ну, давайте вы допишите Ну, все степени омега Е Давайте соберем в одну Вот у вас здесь вот она есть И здесь вот она есть Вот так Тут просто переписывать-то не надо Надо упрощать немножко То есть там стираем омега Е А здесь вот у нас квадрат будет Масса вот эта куда вы? А, вы ее наружу написали Е это и откуда? Из Екобиана Из Екобиана, хорошо То есть получается двойной Конечно, нет Интеграл не двойной Но вы дифференциалы правильно напишите Дифференциалы правильно напишите Вот этот дифференциал Здесь у вас D омега Е стоит А нужно что написать? Д омега штрих Д омега штрих И по нему мы не интегрируем Правильно? Давайте его наружу напишем Вот его наружу куда-нибудь напишите сюда Да Д омега штрих Д омега штрих Отлично А интегрируем мы по омега Е Правильно? По омега Е Сейчас поймем в каких пределах интегрируем В каких пределах мы интегрируем по омега Е Как мы это поймем с вами? Смотрите, в системе Вот в этой системе покоя электрона У нас есть связь с углом рассеяния Так, что такое? Логарифм мы написали Не, не, чтобы как А, покомпактнее? Хорошо, давайте Так, логарифм написали Д омега штрих написали Да, дифференциальная частота нашего конечного фотона Все правильно? Нигде не ошиблись? А то в коэффициентах ошибемся Интеграл будет не тот Давайте внимательно посмотрим Вот на это соотношение На это соотношение Омега штрих Это что такое? У меня во внешнем поле энергия сохраняется Правильно? Поэтому исходная энергия равняется Омега штрих Плюс Е штрих То есть я могу написать Что омега штрих Это есть Е минус Е штрих Правильно? Поделю на Е Это будет 1 минус омега Е штрих Поделить на омега Е Я отсюда написал Так? Отсюда сразу видно Что у меня более простое соотношение Есть омега Е штрих К омега Е Равно чему? Единичку сокращаем Остается Е штрих Поделить на Е Е штрих Поделить на Е Да У нас вот эта комбинация Она входит Вот Куда входит? Под интеграл входит Под интеграл она входит Вот Когда мы ставим наш эксперимент По рассеянию У меня омега штрих фиксировано Правильно? Раз омега штрих фиксировано И начальная энергия фиксирована Значит и Е штрих фиксировано Фиксировано То есть вот эти штуки Которые здесь стоят Это есть отношение Е штрих к Е Это есть на самом деле фиксированная величина Согласны? Ага Давайте определим область интегрирования Откуда докуда мы можем интегрировать Как это просто сделать? Вот в системе покоя электрона У нас косинус меняется Откуда докуда? Ну от 0 до π Ну от 0 до π, да? То есть угол меняется от 0 до π А косинус от минус 1 до 1 Так? Окей Давайте вот эту формулу Вот эту формулу Аккуратненько подставим вот сюда Подставляйте Еще раз Мы сейчас хотим найти Пределы интегрирования По частоте эквивалентного фотона Мы знаем, что косинус меняется От минус 1 до 1 И сейчас найдем из этого условия Просто как есть, так и пишите Да, да, да 1 плюс Омега е Омега е Да? Массив Минус Косинус тета е Мы его обзывали, да? Косинус тета е Да, хорошо Из этого выражения давайте выразим омега е У нас вот это фиксировано, да? Энергия фиксирована Найдем отсюда, как омега е связан с косинусом К общему знаменателю приводите Здесь все Вот эту единичку Единица сокращается, да? Ага Да, отлично Так, а минус-то откуда? Вот так Из этого соотношения находим, чему равно омега е Вот у нас омега е к м Вот эта дробь равна омега штрих поделить на е Отсюда находим, что такое омега е к м Находите Ну, сначала напишите, что такое омега е к м Умножить на 1 минус косинус тета На м умножить на 1 минус косинус тета Чему равно отсюда? Так, когда перемешиваем вниз Угу Сейчас, сейчас Угу Хорошо Правильно? Стирайте, стирайте все Так, давайте Вот вы не стирайте лучше, а пишите равенство В разгад Окей, ладно Угу Окей Отсюда омега е, чем равно? Здесь вот у вас, смотрите, будет Если к общему знаменателю приведете, будет Е минус омега, это е штрих Да, то есть будет отношение Да Не стирайте ничего Перепишите Равно Почему единица омега пошла в числитель-то? Е минус косинус на е штрих На е штрих, да Е минус омега, это е штрих Из закона сохранения энергии Вот Окей Отсюда В каких пределах может меняться частота эквивалентного фотона? От нуля до е Почему от нуля? Вот если косин Вот Если угол ТТЕ равен нулю То чему равна частота? Здесь не омега стоит, а омега штрих везде Вот здесь омега штрих стоял На сумме ги вообще нету, да Ага Да Угу Если угол рассеяния равен нулю, то частота чему равна? Тогда бесконечности Бесконечности Если угол рассеяния равен пи, то частота чему равна? Ну там число какое-то Какое число? Омега штрих делить на 2 е штрих Омега штрих делить на 2 е штрих И что еще у вас есть? Ну все выше Масса еще есть А, да И умножить на массу Множить на массу, да? То есть вот так вот, правильно? Согласны? То есть вот такие пределы Пределы интегрирования по частоте Ну все Давайте мы этот интеграл будем аккуратненько брать Как мы его возьмем? Ну видно, что здесь напрашивается замена переменных Такая достаточно очевидная Омега е на омега штрих Ну, нет Омега е на омега штрих Это константа Мы с вами только что это обсудили Да? То есть вообще не трогаем Да, мы ее вообще не трогаем Потому что это есть е штрих на е Она не меняется То есть омега штрих Также пропорционально омега е При интегрировании Поэтому здесь стоит просто е штрих Поделить на е Е штрих поделить на е Да? Какая замена? Когда видим Д что-то поделить на что-то в квадрате А, ну логариф вынести сюда Ну то есть Один делиться на омега И затащить под дефрит Да Ну давайте, чтобы безразмерная величина у нас была Давайте вот М поделить на омега е Обозначим за новую переменную Кси Давно Давайте быстренько обозначайте И Погодите прежде чем писать Из вот этой скобки Давайте М на омега е Я вынесу наружу То есть здесь Дайте пожалуйста тряпку То есть здесь напишу двойку Здесь вынесу М на омега е Омега е Тогда здесь останется единичка А здесь что будет Омега е на омега е А это что такое через Константа Е на е штрих Е на е штрих Совершенно верно Е на е штрих Да А из этой скобки тоже вынесу вот этот параметр То есть будет Плюс М квадрате на омега е в квадрате И здесь тоже будет Минус один А здесь тоже будет Е на е штрих Вот так В квадрате Отлично Пишем чему это все равно То есть делаем замену переменных И пишем интеграл по декси уже какой будет Д омега штрих С двойками там Семи Так Рума надо Почти через 10 минут Декси просто да Будет отсюда Вот это просто декси Все перейдет И масса еще одна появится Правильно в знаменателе? То есть вы там на массу поделили На массу умножили Перешли к си Просто по размерности Здесь поделили на массу Здесь одна И еще в числителе Вот в числителе Или в знаменателе будет Вот кси у вас Смотрите в раздат Отвлекитесь пока на секунду Это безразмерная величина Размерность вот этой штуки какая? Один делить на энергию Один делить на энергию Правильно? Вот вся размерность у нас ушла в массу Поэтому сразу можем сюда массу написать Даже не думая поделить там кого-то Или умножить Понятно? Да Здесь будет декси Нет, кси уже не будет Вот это же просто декси стоит и все Декси Кси меняется откуда-докуда? Здесь от нуля От нуля И до Пишем 0 И до 2Е3 2Е3 делит на омега-штрих Да 2Е3 делит на омега-штрих Отлично Пишем все, что здесь у нас Е-штрих на Е плюс наоборот Да Здесь обратная величина Да Дальше пошел наш кси в квадрате Кси в квадрате Ну-ка, погодите Вот здесь что такое написано просто Е минус Е штрих Поделить на Е штрих То есть омега-штрих Омега-штрих Поделить на Е штрих Да Давайте так и напишем Так же красивее То есть омега-штрих Поделить на Е штрих Все в квадрате Все в квадрате Отлично минус 2 кси на то же самое. То же самое омега штрих поделить на и штрих. Омега штрих поделить на и штрих. Скобку закрыли и логарифм стоит. Кси на гамма. Да, правильно. Понятно, что мы этот интеграл с логарифмом можем легко взять. Здесь все интегралы тривиальные. Вот мы сейчас давайте такой прием используем. Такой прием. Вот смотрите, если у вас есть такой интеграл, скажем, от нуля до z0, вот смотрите внимательно, z в степени k логарифм z, dz. Я могу его посчитать по частям, правильно, обычным образом. Это будет z0 в степени k плюс 1 поделить на k плюс 1 логарифм z0. И минус, внеинтегральное слагаемое, я логарифм продифференцирую, будет снова степенная функция. То есть z0 в степени k плюс 1 поделить на k плюс 1 в квадрате. 1k плюс 1 отсюда, другое от интегрирования. Вот если теперь z0 это большая величина, много больше единицы, то что можно сказать про второй член по сравнению с первым? Он маленький. Он маленький, то есть этим можно пренебречь, правильно, если z0 большая величина. Что это значит? Это значит, что эффективно вы можете как поступить с этим интегралом? Здесь может быть какая-то сложная функция, не z в степени k. Можете логарифм вынести наружу на верхнем пределе. То есть написать, что это логарифм z0 умножить на интеграл z0 z в степени k, dz, правильно? То есть логарифм вытащили на верхнем пределе, если этот предел большой. И при этом вы совершили ошибку в логарифмическом приближении, правильно? То есть ваша точность это большой логарифм. Давайте здесь так же поступим. Вот у нас есть логарифм xi, вот это большой параметр. Мы его вынесем наружу на верхнем пределе. Такой трюк сделаем. Это все у нас логарифмическая точность. Понятно, что здесь можно было с логарифмом просто интеграл посчитать, никаких сложностей нет. Но в более сложных задачах этот трюк будет более плодотворным. Он позволит вам какой-то сложный интеграл посчитать сразу с логарифмической точностью. Вот сам трюк понятен? Женя, понятно? Поскольку точность логарифмическая, то за всякими двойками там можно не следить. Но можете последить пока. 2e на омега штрих. Да. И пишем, какой интеграл остался у нас. Даже интеграл можем не писать. Погодите, не пишите. Давайте ответ для него сразу писать. Когда вы логарифм вынесли наружу, интеграл вы теперь уже можете посчитать. Правильно? У вас здесь стоят обычные полиномы. От первого куска результат интегрирования какой? Просто эту умножить на... На верхний предел. Так и пишите. Открывайте скобку. Открываем скобку. Открываем скобку. Это все умножить на верхний предел. Отлично. Дальше. Это просто коэффициент какой-то, да, фиксированный. От кси квадрата что у нас возникло? Да. На 3. Ага. Ну сразу можно было. Ну ладно, хорошо. Что это будет? Что это будет? Да ладно, нормально. Все. На 3. И это в квадрате, да. И последнее, минус 2 кси, перешло в это в квадрате, да. Поделить на омега-штрих. И штрих. Отлично. Замечательно. Давайте тряпку. Вот такое выражение. Проинтегрировали, да. Давайте ответ уже записывать. Ответ куда-нибудь сверху можно записать. Ответ сюда пишем, да. Как пишем? Понятно, что вот эти все безразмерные величины. Поэтому разумно вот этот множитель вынести за квадратную скобку наружу. Давайте его выносим. А все остальное сейчас посчитаем, чему равно. Вот сюда пишите, я вам специально буду здесь стирать. То есть 2 и штрих на омега-штрих наружу выносим. То есть будет 4. Обратите внимание, D омега-штрих сразу делится на омега-штрих у нас, да. То есть как и положено для тормозного излучения. М квадрат Е, Е-штрих, да, здесь. Окей. Большой логарифм. В этом логарифме вот за эту двойку мы не отвечаем с вами. У нас за нее ответственности нет, потому что мы только контролируем большой логарифм. Да, эту двойку не контролируем. Е на Е-штрих, ага. А здесь что останется? Здесь только численный коэффициент будет. Обратите внимание, когда вы эту вынесли, у вас все размерности сократились. Омега-штрих сократилось и Е-штрих сократится, правильно? То есть останется какой коэффициент здесь? То есть Е-штрих на Омега-штрих. Нет, 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 останется 8 третих. 8, но 2 вы вынесли. А, 4 третих. Будет 4 третих. Так и напишите, 4 третих. А от вот этого? 2, минус 2. Минус 2. Минус 2. Угу. Ну, все. Давайте аккуратненько ответ уже записываем. Значит, у нас получилось, что наша D-сигма, да, равно чему? Еще раз все коэффициенты аккуратненько перепишите. 4 третих минус 2. Это что такое будет? Ну, ладно, стирайте здесь. То есть минус 2 третих, правильно? Минус 2 третих. Во, отлично. И здесь тогда равно. Вот мы с вами посчитали дифференциальное сечение тормозного излучения. При этом теперь частота омега-штрих может быть немаленькой. Она может быть уже достаточно большой частотой, то есть параметрически может быть порядка энергии. Но она должна быть такая, чтобы этот логарифм был велик. То есть у нас логарифмическое приближение, то есть это значит, что мы контролируем только большой логарифм. Но там, где этот логарифм велик, там частота у вас будет допустимая. И последнее, буквально одна минутка нам осталась. У нас с вами есть ответ для мягкофотонного приближения. Вот если теперь я частоту омега-штрих буду стремить к нулю, да, стремить к нулю, то есть вот такой параметр омега-штрих на е стремится к нулю, тогда е-штрих и е как связаны? Ну, просто равны приблизительно, правильно? Если частота эта в мягкого фотона мала, то е-штрих равно е, да? И куда перейдет все наше сечение? Д сигма-гамма, тогда чему равно? Когда частота фотона мала. Остается д омега-штрих на омега-штрих, да? Е-штрих на е сократилось, да? Логарифм. Давайте гамма напишем, это что такое? Это есть е к м, да? А, даже не е, не так, не гамму напишем. А е-штрих это то же самое, что е, да? Значит, можно здесь написать гамма умножить на м. То есть будет гамма квадрат м на омега-штрих. Гамма квадрат м на омега-штрих, да. А от квадратной скобки что останется? Два минус две третьих, это будет четыре третьих. Четыре третьих вместе с вот этой четверкой что вам даст? Шестнадцать третьих. Шестнадцать третьих, рисуйте их сюда. Шестнадцать третьих. Отлично. Вот если теперь из этих шестнадцати третьих двойку занести под логарифм, да, то есть будет гамма в четвертое м квадрат на омега в квадрате, то это будет в точности тот ответ, который мы с вами получали. Можете посмотреть вот в начало темы мягкофотонного приближения. Это в точности тот ответ, который у нас с вами был. То есть у нас с вами предельный случай совпал. Но здесь мы получили в более широкой области ответ. То есть здесь частота тормозного фотона, она может быть достаточно большой. Лишь бы логарифм был велик. Единственное ограничение, которое у нас появилось здесь, это то, что у нас теперь только логарифмическое приближение. Мы контролируем только коэффициент перед большим логарифмом. Все остальное мы уже не контролируем сразу, когда записали выражение для числа эквивалентных фотонов в ядре. Ладно, на этом давайте сегодня закончим. Вопросы какие-нибудь есть? Продолжение следует...